Как рыбак плетет рыболовную сеть, так мастерица Лидия Карпеева плетет основу для вышивки. На выставку, посвященную 110-летию, основательница этого старинного ремесла, Надежде Тазовой и ее ученицы показывают свои работы. Им нет аналогов, узоры уникальны и никогда не повторяются. Надежда Тазова навыки кружевоплетения получила от матери, послушницы женского монастыря, и затем сама научила ремеслу сотни женщин. Замысловатые строчки, цвета и фактура превращают обычные мотки ниток в произведения искусства, которым можно пользоваться. Скатерти, салфетки, жилетки, палантина и понча – волшебным рукам мастериц подвластно все. Я не повторяюсь, я сама изображаю, я сама рисуюсь, я художник скрытый, а потом я и соломками занимаюсь, я чем только не занимаюсь. Здесь предметов, у меня вся квартира в этих, я ни одной не сняла, ни с одной стены, и Пушкина, и все, а Пушкина у меня пытались даже купить китайцы, корейцы, японцы. Была какая-то, нет, она не подходит, говорит, мы так его любим, я говорю, а я-то как люблю. По легенде, такую вышивку в Россию привез еще Петр Первый из Голландии, чтобы девицам было чем заняться долгими вечерами. Мастерство передавалось из поколения в поколение. Все изделия хранят тепло, рук, кружевниц, которые порой не один месяц трудятся над созданием очередного шедевра. В какой-то мере забываешь обо всем, потому что думаешь, вот когда рисунки, рисунки же все вот создаются из головы, ниоткуда не беру ничего, поэтому забываешь обо всем, все только вот, что как здесь, вот как здесь нарисовать, что здесь нарисовать, что здесь воспроизвести. Филейно-гипюрная вышивка – весомый пласт культурного наследия Самарского края, хотя сейчас мало кто им владеет. Выставка изделий в ЦРК «Художественный» будет работать каждый день до 21 августа. Вход для посетителей свободный.